Девушки отдыхают Якобы проводились не совсем законные эксперименты над больными. Что может быть проще? Вот и я так подумал. Но историю, в которую я вляпался, запомню до конца своей жизни. Тот день не задался с самого начала. Ужасная погода, проблемы в редакции и вечно глохнущая машина оказались достаточными условиями для того, чтобы я опоздал к началу штурма. Прибыв на место, я решил как можно скорее отыскать лейтенанта Сидорова в надежде заснять хоть какой-то материал. Я пробрался в больницу. Увиденное мной дальше, не описать словами. Это можно стереть с кассеты, но и с памяти никогда. Я нашел Сидорова, а точнее то, что от него осталось среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих коридорах. Истерзанные страшными экспериментами больные и без того не отдававшие себе отчет, стали полностью неконтролируемы. Каким-то чудом я сумел выбраться из этого ада. Обессилевший и практически отчаявшийся, я пытался убраться от этого места как можно дальше. Мои планы нарушило одно из тех существ, которых я хотел позабыть навсегда. Из последних сил я сделал финальный рывок к больнице. Больница, которая явно не хотела меня отпускать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...